Всем привет, с вами Даша Кей. Сегодня я буду делать обзор покупок из магазина Фамилия. Это, можно сказать, продолжение рубрики покупок из фикс прайса. Мне понравилась ваша отдача, мне понравились ваши лайчочки, я решила сделать еще больше покупочек. Покупочки всем. Я перемещаюсь в магазин. Сегодня я в Фамилии, в пристанище для маленьких и недорогих штучек. Посмотрим, что мне удастся найти. Мы зашли в отдел «Все для дома», я тут просто чуть-чуть пошарюсь, но вообще нам в бьюти отдел. Ну, сами понимаете. Можно, в принципе, взять кружку, чтобы красиво стояла у меня там. Слушай, ну это последняя осталась. А это что? Такое-такое. Это в виде черепа, это в виде кактуса. Но я люблю зеленое бутылочное стекло, но не знаю. Одноразовую посуду надо, нет? Ой, кстати, это двойные горшки. Мне как раз для орхидеи надо, может быть, взять. Еще есть вот такая вот. Мне нужно все-таки прозрачную, несмотря на то, что это желтое. А если сделать? Вот так. Нельзя так? Вот, смотри, тут есть еще лисеныш. Многие думают, что такое угодный контент. Вот, вот они. Вот она рыба моей мечты. Так, Fancy Something делала вот такие вот зеркала. Туториал по тому, как сделать их самим из какого-то пенопласта. Но пенопласта я не хочу вешать на стену. Подушки, рыбки. У меня такие были, кстати, но я их оставила все в старом доме, если вы понимаете, о чем я, да? Путешествовать. Ну да. А с Aliexpress очень долго ждать, я вам хочу сказать, мой хороший. Такую свечку взять? Кстати, прикольную штуку нашла, к которой можно поставить вот такую вот свечку. Но у меня же не последний герой передачи. Не хотите ли попить кофе? Надо будет разобраться, мне не хватит на это все. Я нашла такую же корзинку, только двухъярусную. Мне кажется, это то же самое, просто это дно пробито, как у Егора Крида. Блин, тут столько одежды, лучше бы я пришла за одеждой сюда. Вот это, например. Ну, как бы мы берем эту сумку и уходим. Девоньки, платье на выпускной подъехали. Жалко, что Ким Кардашин живет не в Москве, чтобы можно было зайти в эту фамилию. Ну, кстати, неплохое, действительно, платье без тролла. Последняя коллекция Дольче Габбана. Серьезно, там есть такой принт. Суть фамилии в том, что тут собраны разные бренды с уценкой, со скидкой. Сюда однозначно нужно пойти за шмотками. Если вы наберете 20 тысяч лайков, то я пойду в фамилию и закуплюсь одеждой. На это нужно выделять и отдельный бюджет, и отдельное, как бы вообще в целом, видео. Так что давайте. Я решила это сделать в новом формате. Я поняла, что он вам зашел, по сути, по вашим лайчочкам под роликами. Я, как обычно, хотела сделать обзор косметики. Косметики там не так много, и везде она разная. Поскольку каждый магазин фамилия в себя включает абсолютно разный ассортимент, вы не можете пойти, допустим, и купить что-то подобное. Но, может, найдете даже что-то лучшее. Пишите в комментарии, если у вас были какие-то нереальные покупки из фамилии. Я слышала, что там есть какие-то люксовые бренды, которые действительно идут со скидкой 50-70%. Можно, типа, что-то такого рода купить. Ну что, перейдем к моей корзине. Купила столько ненужных вещей. Не знаю, у меня квартиры не хватит для того, чтобы их расставить. R&B girl. Кстати, я сделала сегодня в сторис мейк. Типа, годный контент. Такие вот змейки и на руках. У меня змейки на ногтях. Змеиное настроение. Конкретно сошла с ума по панно, по фото панно. Я поняла, что свои полароиды я хочу куда-то перевесить в другое, видимо, место. Брулиант. Или это неограненый еще алмаз. Стоит со скидкой 41%. 499 рублей. В принципе, в принципе, кусок деревяшки обмотанный можно сделать самим. Но у кого есть лобзик, берем фото. Прищепки я тоже купила. Это прищепки с коктусиками. А там было еще кисми, но кисми это слишком пошло для меня. Ну, типа, как-то так. Не знаю, мне дико нравятся такие штуки. Я прям обожаю. К слову о том, почему я сошла с ума по панно. Еще одно. Фото панно. Но уже дешевле. 359 рублей. Мрамор. Бронза. Эта штука просто идеально вписывается в мой интерьер. Поэтому берете вот эти вот штучки, выкидываете. Call of your dreams. Либо оставляете призывы. Вот что получилось. Мне это панно больше даже нравится. Его я могу даже сейчас включить в свой интерьер. Если честно, очень интересная тема про брендовые вещи со скидками. Я не рылась в вещах и так и не поняла, что там может быть брендовое, как это работает. Просто куда? В порядке все? Смотрите, блин, ну она такая милая. 350 рублей, блин. По-моему, это кайф. Вот эти вот маленькие шарики, они просто так и манят. Чтобы я антистресс устраивала себе и мяла. Кстати, если говорить о необходимых вещах, то эта подушка для самолета просто must-have, но не в самолете. А в машине, если вы хоть раз ездили а-ля типа 2000 километров, то вы понимаете, о чем я. Потому что я ездила с Москвы до Грузии и обратно в дороге, потому что это не купить. Поэтому позаботьтесь заранее о своей шее, если вы отправляетесь в далекое-далекое путешествие. Видела я туториал у Fancy Something, она делала такое зеркало. И я подумала, ну чего ж мне за 500 рублей не купить три зеркала. Конечно, она делала немного другое, золотое. Там было подобное, но я решила взять это, потому что это больше в моем стиле. Три зеркала за 500 рублей, по-моему, это успех. Прям крутяк. Как это... Как это снять? Все так серьезно, тут болты сзади. Да, это пластик, но в любом случае это очень хорошая цена за три. Это прям топ. Вдогонку к этому черному декору, такой вот поднос. Он стоил, ребят, 300 рублей. Деревянный и внутри пион. Я не накупила какого-то барахла и показываю. То есть я купила вещи, которые мне действительно нравятся. Мужчины, на заметку, вы с утра своей любимой женщине приносите кофе вот в этом подносе. Она просто целый день вас целует в темечках. Подушку. Блин, ну это круто. Красивые стеклянные свечи. Стоили они просто каких-то копеек. 139 рублей. Здесь стекло вы не найдете даже просто отдельно. Если растопить эту свечку, можно использовать как мини-вазу или еще что-то. И я раскошелилась на вот такую огромную свечу. Пахнет она розой. В принципе, неплохо. У нее один фитиль. Стоила она 600 рублей, а до этого 2000 рублей. Ну, то есть вы понимаете, да? Я сейчас открыла, и у меня вот аромат розы развеялся уже по комнате. Надо посмотреть. Реально она 2000 стоит? Что сказать? Я люблю такие штуки. Вот это чудо. Я уже налила сюда воды и бросила дольку лимона. Ну, посмотрите, какой он милый. Я не скажу, что я их прям коллекционирую, но мне нравится из них пить. Главное потом мыть трубочку после того, как ты попьешь смузи, потому что иначе трубочка просто забивается какими-то ошметками фруктов. У меня реальная проблема с тем, чтобы отлеплять этикетки. Я думала, что она отлепится нормально, но на ней остались остатки клея. Кстати, большое спасибо тем, кто посоветовал мне прием с феном, потому что я сейчас все, если вижу любую этикетку, направляю на нее фен. Действительно, просто она прям сама иногда слетает. Очень легко отходит. Спасибо, кто оставлял комментарии с этим лайфхаком. Я взяла такую розовую и сиреневую в свечи, потому что они были по 139 рублей. Ну и обычная свечка, просто тоже розового цвета, которую можно подставить в подсвечник. Опять подушки. Наволочка. Вот две такие у меня подушки. Наволочки по 350. Несмотря на то, что косметику я все-таки решила там не брать, там такая косметика, типа как Лореаль Кушон. Он вообще стоит в магазинах 1000 рублей, но там можно купить за 500. Это подушка из поедок, которая опять антистресс. Видимо, в последнее время много стрессую. Просто сидишь ее и гладишь. Можно написать что-нибудь на ней. С другой стороны бархат. Такое приятное, тоже вельветовое покрытие. Можно ставить этой стороной, она красивая. Либо этой, если настроение кислотниц. Мне просто нравится, когда вот так вот все рвано, типа. Вот это, конечно, топ. Это такая же наволочка, только зеленая. И, конечно, моя самая главная находка. Это вот такая вот ваза. Я когда ее увидела, я так побежала к ней. Это, кстати, какой бренд? Даже так икея. Очень смешно. Ваза белый жемчуг. Стоила 1400. Сейчас 699. Феникс. Она достаточно футуристичная. Я люблю изделия из керамики. Как-то я ходила даже на один урок гончарного мастерства. Потом мне Ксюша принесла обожженную вот такую вот маленькую кружечку. Свою обожженную кружечку. Потому что мою забрал какой-то ребенок. Он сам ее заглазировал. И, в общем, обжег и забрал. Я поняла, что керамика это не мое. И вот так вот, в общем. Может быть, когда-нибудь еще схожу на курсы гончарного мастерства. Потому что это нереально опять кайфово, антистрессово. Там наслабляет. Все круто. Поставлю сюда какие-нибудь цветы. Будет очень нежно. Я бы сделала обзор еще на косметику. На косметику со скидками. Но это будет точно так же хаотично. Так что оставляйте свои комментарии внизу. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол. В общем, с вами была Дарья Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.